Фамилия Служная Караманешта. Да. Сократили для Карамана. Проще Карамана. Юра является пастором церкви Ю-Чорч в Киеве. Это церковь, где служил мой друг и пастор Сергей Мороз. Юра служил в разных комитетах ЕХБ Украины. Это комитет внешней миссии, это основание новых церквей вместе с другим нашим гостем Андреем Елешко. Сейчас, как я понял, ты трудишься над основанием церкви в Шотландии. Да, мы сегодня живем в Шотландии. И там сейчас тоже много украинцев, как, наверное, и в разных других странах. И делаем все возможное, чтобы там появилась украинская церковь. Да, но все-таки Шотландия находится довольно далеко. И скажи, пожалуйста, как ты там оказался? И в целом, где ты начинал свое служение? И где ты сейчас, и как ты там оказался? Я вообще начинал свое служение еще на востоке Украины. Это была Луганская область. И там, в общем-то, начал пресвитерское служение там. И потом дальше понеслось. Я как-то перышко, знаете, которое было такое, унесенное ветром. Так вот, это, наверное, про нашу семью. Потому что сначала мы уехали в 2014 году в Киев, поселились в Буче, в Орзель, рядом с Бучей. И оттуда через 8 лет пришлось снова ехать. И тут мы поехали сначала на Западную Украину, потом Румыния, потом Германия, потом Франция, потом Англия и вот теперь Шотландия. И я чувствовал себя таким перекатеполем, по сути. Постоянно нужно было. Ну, так обстоятельства складывались, что мы постоянно перемещались в одно место в другое. Ну и сейчас надеюсь, что мы на месте. Уже не планируете переезжать? Не-не-не. Или каждый раз не планировали, но... Да, мы каждый раз. Мы не то, чтобы что-то планировали, я же говорю, что мы просто по течению в Алмане славим это. Хорошо, Юра, скажи, пожалуйста, ты как человек, уехавший в далекую страну, с какими вызовами ты столкнулся, особенно в свете сегодняшних событий в Украине? Ну, наверное, самый главный вызов, дело в том, что мы-то уехали не потому, что мы планировали, а обстоятельства заставили нас выезжать. И, естественно, вызов, который тут был, это... Самое сложное, наверное, было бы... Самое сложное было это показывать некоторую уверенность того, что ты контролируешь ситуацию и знаешь, что делать дальше. Потому что вокруг были люди, которые от тебя ждали ответов, и нужно было их давать. И я не имел права на то, чтобы тоже поддаваться эмоциям, как они, и, в общем-то, им нужно было держаться и делать такое состояние уверенности. Ну, это и мне помогало в том числе. То есть сложнее всего было вселять уверенность в других? Да, скорее так. Я понял. Спасибо. Мы пригласим следующего гостя, если ты не против. Конечно. Сейчас я приглашаю Андрея Мелешко и Андрея Пузынина. Андрей Мелешко – это пастор Украинской библейской церкви в Праге, автор книг, одну из них я почти прочитал, аспирант Карлова университета, евангелийско-теологическая факульта. А Андрей Пузынин – это пастор Евангельской церкви в Вене, профессор практического богословия института ТСМ. Спасибо. ТСМ. Андрей, у меня к тебе следующий вопрос. Андрей. Будем идти тогда по порядку, как вы сидите. Андрей Мелешко. Скажи, пожалуйста, может ли человек образованный, человек ученый или академик, который преподает в университетах, который опирается только на факты, оставаться глубоко верующим человеком? Есть мнение, что в ученых кругах преобладает атеизм. Так ли это на самом деле? И что ты можешь сказать? Я уверен, что такая людина может оставаться верующей человеком и быть верующей человеком. У меня есть несколько знакомых профессоров, чья учеба вообще никак не связана с теологией, но которые при этом не просто верующими людьми, а служителями церкви. Я бы сказал так, что когда человек является ученой человеком и занимается серьезной наукой, может быть проблема может возникнуть не столько в фактах, которые она знает, сколько в интерпретации фактов. То есть в зависимости от того, какую жизненную позицию занимает человек, так она факты интерпретирует, потому что они по большому счету ничего из того, что мы знаем, не говорят о том, что Бога нет. Все остальное уже интерпретация. Но тогда скажи, как тогда относиться к пропаганде атеизма в учебниках? Если мы откроем учебник по биологии, не знаю, 9 класса или младше, то мы увидим там совершенно другую историю, чем та, которая рассказана в первых книгах Библии. Есть такое понятие, как домінуючая науковая теория. И домінуючая науковая теория, она уже зависит от того, какая группа людей обрала эту науковую теорию и будет домінуючей. И оскільки мы живем в такой период, когда большинство, большинство, или больше вагомые люди в управлении освитою есть люди неверующими, поэтому домінуючая науковая теория, она больше привязана к атеизму, но, по сути, она не является заперечением веры в Бога. То есть это одна из теорий, она не является чем-то, что нужно верить. Как ты думаешь, может ли оно когда-то поменяться? Или уже так будет до последних дней? Може, в принципе, история нам каже, что все возможно. Как раньше домінувала одна теория, сейчас домінує інша. Это всегда может меняться. Спасибо. Спасибо за ответ. Андрей Пузынин. Расскажи, пожалуйста, о своем институте. Что за институт, какие там есть оборы, факультеты. А чем вы занимаетесь? Буквально в нескольких словах. Изначально институт TCM был такой вот организацией, которая переправляла Библии, гуманитарную помощь в страны Советского блока. Знаете, может быть, вы слышали брат Андрю, брат Андрей, который занимался проповедью Евангелия, перевозя литературу. Божий контрабандист. Божий контрабандист, да. TCM был такой благотворительной организацией, которая переправлял новые заветы, поддерживал верующих в странах Советского блока. У нас этим летом была встреча с братом Вальдемаром Цорном. Вы знаете, он редактор «Вера и жизнь». Есть такой журнал. И Вальдемар показал... Моя жена Оксана здесь, к тому же это дочка Сергея Викторовича Мороза. То есть вы упоминали его. Брат, она редактирует «Веру и жизнь». И когда мы приехали в Корнталь, Вальдемар показал маленький Новый Завет, который он получил в армии, и который держал его на плаву в армии в Советском Союзе. И это был вот тот Новый Завет, который переправлен был через TCM. Но когда пал и Берлинская стена, пал Советский Союз, пасторы в Восточной Европе начали задавать вопросы. Вернее, руководство института начало задавать вопросы пасторам. Что вам нужно? И пасторы все сказали, нам нужно образование. Образование, которое является практическим, образование, которое является доступным, образование, которое является аккредитованным, если это возможно. И институт TCM вот с того времени под руководством президента доктора Тони Твиста начали двигаться в этом направлении. И мы получили... Мы являемся единственным американским институтом, который имеет государственную светскую аккредитацию как университет в Европе. То есть у нас, несмотря на светскую аккредитацию, мы являемся... Наша миссия — это великое поручение Иисуса идти и помогать людям становиться учениками на основании Великой Заповеди. У нас два факультета, вернее, две программы. МА — магистр гуманитарных наук и МДИФ — это более как пасторская программа. То есть мы работаем на магистрском, аккредитованном уровне, но наше сердце — это именно воспитание учеников. Вот супруга Андрея учится у нас в институте. Довольно много людей. Павел Цуфау — это президент Баптистского союза Чехии. Он является выпускником ТСМ и преподавателем ТСМ. И на следующей неделе я буду преподавать в его когорте для чешских студентов здесь в среду. Обучение проходит на английском или на русском? Обучение у нас в институте проходит на восьми языках. То есть ведущим языком является английский, поскольку это где мы аккредитованы в Америке. Но основной центр в Нижней Австрии, в Халлиген-Кройце. Кроме английского, второй ведущий язык — это русский, потом румынский и постсоветское пространство. Румынский язык, турецкий, чешский, болгарский, венгерский и еще ряд языков, я сейчас точно не помню, да, с переводом. Сколько у вас? А, это перевод. С переводом, да. То есть перевод обычно с английского на национальный язык. У нас более 20 отделений. Сейчас фокус нашего, раньше был бывший Советский Союз, сейчас фокус нашего служения переносится в Африку. Я вот после Чехии поеду в Кению для того, чтобы преподавать. У нас сейчас открылось отделение в Кении несколько лет тому назад и в Либерии в этом году. То есть мы начинаем служение более глобальное. Спасибо за краткую информацию о институте. И у меня к тебе вопрос. Как можно совместить современные тенденции в культуре, к которой очень тянется молодежь, с библейскими принципами? Я думаю, что никак совместить нельзя в действительности, потому что кто любит мир, в том нет любви очень. Потому что вся культура современного мира, она построена вот на этих пороках, о которых говорит апостол Иоанн. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. И культура, западная культура, она культивирует эти похоти. То есть ты должен быть богатым, ты должен быть успешным. То есть культивирует... А разве мы не должны ориентироваться на этот мир, чтобы быть ближе к миру? Или как? Наша задача, как говорит Иисус Христос, быть в мире, но не быть от мира. И мы должны фокусироваться не на мир, а на Господа Иисуса Христа. И быть в этом мире, являть Его присутствие таким же образом, как Он являл Его. Он не уходил в пустыню, Он не был монахом, Он был в гуще событий. И когда Иисус приходит в Иерусалим, мы можем видеть, что Ему задают вопросы, и Он отвечает на все вопросы в храме. Сотни тысяч людей слушают, что говорит Иисус. И потом Иисус задает вопрос, и никто не может ответить на Него. Помните вопрос, который Он задал? И тогда весь народ в Иерусалиме поняли, кто является Господом и Учителем. Все смотрели на Него, и поэтому в конечном итоге Он был распят. Поэтому наша задача – быть в публичном пространстве, говорить нашу точку зрения. Наша точка зрения должна быть ясной и понятной. И люди должны понимать о том, что уста их закрываются, потому что Божья истина закрывает уста невежественных людей. Нам нужно ориентироваться на Иисуса и быть присутствием Иисуса в этом мире, подражать Ему. Но не подражать миру. Абсолютно нет. Спасибо. Хорошо. Тогда мы переходим дальше. Я приглашаю к нам присоединиться наших дорогих пасторов Виталия Руснак, Василий Тофт и Игорь Попов. Виталий и Василий являются пасторами церкви, поместной здесь. Игорь Попов, пастор церкви ЕХБ в городе Пузынь, Чехия. Будет индивидуальные вопросы. Если есть желание дополнить, можно дополнять там. Осторожно. Можно будет дополнять по желанию. Виталий, ты сел первым. Сразу же тебе задаю вопрос. Какой, на твой взгляд, какой твой взгляд на использование современных технологий в жизни и в служении? Существует ли опасность в их использовании? Есть ли баланс между их использованием и сохранением духовных ценностей? Я думаю, все мы уже видели, как в Германии уже искусственный интеллект провел полноценное собрание. И есть ли в этом какая-то опасность для церкви Христовой? Ну, если говорить вообще о технологиях, то, конечно, технологии – это хорошо, мы ими успешно пользуемся все. И также мы можем их использовать в жизни без проблем. Мы видим, особенно во время ковида, как это помогло с покупками и так далее. Социальные платформы, как можно свободно общаться. Мы можем это использовать в служении, например, электронные разные виды переводов, справочников и тому подобное. Это очень хорошо помогает. Это экономит кучу времени в том плане, чтобы тебе не надо за собой таскать всю библиотеку, ты куда-нибудь переезжаешь, и ты можешь взять свои конспекты, свои книги любимые, читать где угодно. Это как бы плюс, большой плюс. И что касается искусственного интеллекта, то я думаю, что здесь как бы изобретатели тоже имели и имеют какие-то благие намерения, но, естественно, как в любом другом виде, есть перегибы, да, есть то, что люди могут извратить. И если говорить вот то, что ты упоминаешь, да, конкретно о том, что это используется как проповедь, то здесь я категорически как бы не согласен, потому что проповедь вверенна церкви, она вверена людям. Это дар Святого Духа, это призвание на служение, и давать эту сферу искусственному интеллекту, это как бы не соответствует Писанию. Поэтому тут, естественно, мы должны понимать и знать Писание, знать эти границы, и, как сегодня уже много раз говорилось, быть на этих позициях, иметь эти конкретные позиции, отстаивать их. Тут нельзя как бы вот в этом плане заигрывать. Хорошо. Спасибо. Василий, к тебе следующий вопрос. Сейчас идет тенденция в церквях переходить на украинский язык. Правильно ли это? В каких случаях нужно сделать переход с русского на украинский, а когда не стоит? Как быть тем, кто не понимает язык? Ну, раз переходит, значит, правильно. Я думаю, все-таки, вот если мы посмотрим в Писание, то там есть несколько языков. И более того, вот мы замечаем, когда особым образом там или Павел обращался, да, и все собрание затихло, он обратился на еврейском. То есть, я думаю, все-таки надо использовать мудрость, вот так, как вот эти примеры в Писании. Когда оно служит людям, тогда вот брать вот эти языки. На каком языке доступнее, на том и говорить. Но вот если мы возьмем сегодня, вот эта тенденция переходить, вопрос, откуда она взялась. Правда? То есть, есть контекст у людей, вот когда они более восприимчивы, вот если к ним обращаются, скажем, на украинском языке. Я не говорю сейчас просто о христианах, а говорю, потому что беженцы, они не только из христиан. Есть вот люди из мира, которые приходят. И я думаю, вот церкви, которые перешли, скорее всего, они руководствовались мудростью, смотрели, как это более послужит. Если мы ставим вопрос ребром или отстаиваем какие-то другие позиции, то думают, тогда неправильно. А вот для того, чтобы расширять границы Царства Божьего, то да. То есть, если оно не созидает, то... Да, но тут вопрос другой. Вот, например, очень часто могут пойти люди, которые с трудом понимают украинский язык, потому что они не украинцы. И говорят, что, ну, не проблема, мы поняли. А есть люди, которые украинцы, да, но русскоязычные. И говорят, а какая разница на каком языке? То есть, тут, правда, надо как-то все-таки мудро подходить. Хорошо, а не стоит ли церквям, иммигрантам, переходить на язык той страны, в которой они находятся? И к этому больше стремиться? Стоит. Потому что если мы живем в Чехии, вот если мы здесь не на посещении, а мы здесь в Чехии живем, нам необходимо знать, если мы хотим быть солью и светом в этом мире, да. И я обратил внимание, когда у нас были совместные чешские служения, что я могу общаться на чешском языке свободно, но я не могу свидетельствовать и цитировать Божье Слово. У меня не было вот этих терминов, да, есть просто общение. Я могу общаться с людьми, скажем, вот это, во-первых, необходимо нам знать, чтобы оно откладывалось в память. Во-вторых, есть те, кто родился в этой стране, уже наше поколение, дети. И когда даже вот в воскресной школе они учились, я своим детям не запрещал учить стихи на чешском языке, потому что для меня более важно, чтобы это слово жило в них, чем просто жили фразы на непонятном для них языке. Поэтому точно так же, как и в первом случае, если мы хотим служить людям здесь, нам надо служить им на их языке. А хотел бы, чтобы твоя церковь перешла на чешский? А хотел бы, чтобы твоя церковь перешла на чешский язык? Ну, церковь, она Божья, так что, думаю, все-таки Господь даст мудрости всегда, как и где переходить. А язык, ну, для меня язык – это не принцип. Дякую. Будь ласка. Игорь Апоков, какие духовные принципы помогли тебе лучше понять свое призвание и исполнять его? Ну, первое, ты должен быть возрожденным человеком, когда мы говорим о призвании, и ты должен слышать голос Духа Святого. И первое, как Дух действует, первый принцип – это он начинает пробуждать в тебе желание к какому-то определенному служению. Внутреннее желание, внутреннее влечение. Например, возьмем учителей воскресных школы. Молодые сестры могут сказать, я вот люблю детей, я хочу заниматься с детьми в церкви. Я чувствую это влечение. Это первый принцип. А второй принцип – я считаю, у меня так было. Церковь должна подтвердить, что ты действительно в этом силен, что ты с этим справишься, что ты не уведешь наших детей, не знаю куда, если мы говорим о детях. И мы доверим тогда тебе детей. Церковь может сказать, да, это сестра, у нее действительно есть дар, есть любовь. Но если мы говорим о проповеди, то церковь скажет, да, этому брату нужно проповедовать. Он использует любой шанс и возможность для того, чтобы цитировать слово, практическое применение какое-то давать. У него действительно есть этот дар от Бога. Церковь как бы подтверждает. Это второй принцип, который указывает на то, что ты призван к определенному служению. Внутреннее желание, подтверждение от церкви извне. И третье, на мой взгляд, что я как бы считаю, это плоды твоего служения. Плоды покажут, действительно ли ты призван к этому служению. Ну, я вспоминаю, например, практику проповедническую, когда меня учили проповедовать. Один брат, ему было уже около 60 лет. Три месяца нам давали на подготовку, на выбор текста. Можно было приготовить идеальную совершенную проповедь за это время. Он вышел за кафедру, открыл послание Ефесянам, шестая глава. Дети, повинуйтесь родителями, а родители там, да, не раздражайте детей. И начал говорить о всем, что он знает по воспитанию, какое воспитание не такое, какое есть, какое бывает, какое не должно быть. И он говорил, около 40 минут сел, и преподаватель ему тогда, помню, сказал, я до сих пор эти слова помню, он ему сказал, подумай, а призван ли ты к этому служению. Брат, не обижайся, но подумай. И он, и я тогда мне эти слова врезались. Плоды, они покажут. Да, если ты выйдешь за кафедру и будешь, например, пытаться в проповедническом служении быть, но при этом говорить о том, что, ну, в принципе, пиво можно пить, нигде не написано, скорее всего, тебя не позовут в следующий раз проповедовать. Да, или что-то подобное этому. Ну, понимаете, о чем я говорю? Или ты куда-то поведешь нашу молодежь. Ну, вот, хочу молодежи управлять, а поведу их туда, туда и туда. Нет, нашу молодежь туда не води. Пожалуйста, да. Плоды, они будут свидетельствовать о том, призван добрые плоды, они покажут, что ты действительно призван к тому, чтобы совершать дело Божье в этой сфере. Ну, хорошо, ты упомянул, должно быть подтверждение от церкви, да. Сейчас вот молодые люди, они, многие находятся в молодых церквях, которые только-только образовались с процессом эмиграции, переезда. И есть разные мнения в церквях. Кто-то может говорить, да, это молодец, кто-то может, наоборот, хейтить, да. А как понять церковные решения, чтобы это было прям собрание какое-то, постановления или частные мнения тоже важны, и их нужно слушать. Но я имею в виду не официальное церковное решение, а свидетельство братьев и сестер. Когда братья и сестры скажут, у тебя там, сестра, действительно здесь, дар, продолжай, попробуй себя, попробуй еще вот в этом, в этом, в третьем. И это больше такое, как бы, братское побуждение, братское подтверждение, поддержка в том, что ты начинаешь это за то, что ты берешься. Я не имею в виду, наверное, официальное такое, где будет, да, членское собрание, тебя определяют, ты молодец, вот, посветят. Я просто говорю к тому, что бывает такое, что служитель делает служение верно, он делает, искренне служит Христу, может быть, уже появились правы плоды, может быть, еще нет, но вот есть люди, которые подходят и говорят, ну, нет, ты делаешь все плохо, хотя на самом деле они не правы. Надо ли, ну, как понять, какое мнение слушать, какое нет по поводу сведения? Ну, индивидуальный случай каждый надо рассматривать, если критика там действительно имеет место быть, она обоснованная, то, ну, стоит там, да, обратить внимание, подкорректировать себя и как-то свой подход к служению подкорректировать, да, но ты с церковью должен коммуникувать, да, они тебе, ну, в большей мере плохого не посоветуют. Люди, мы должны воспринимать людей правильно, люди не глупые, люди всегда все видят и всегда все понимают и всегда все замечают, да, если они тебе что-то говорят, ну, может, единицы говорят там, по каким-то мотивам неправильным, но все остальные, братья и сестры, они тебе будут говорить правду, скорее всего, да, если тебе нужно подкорректировать или там, ну, я думаю, в церкви найдешь поддержку больше. Было бы хорошо находить поддержку только. Хорошо, братья, мы тогда закончили индивидуальные вопросы и мы, наверное, сразу же перейдем к вопросам из коробочки, без подготовленных. У нас их довольно много, мы отобрали несколько и по нескольким из них пройдемся. Итак, первый вопрос. Что делать, если понравилась неверующая девушка? Стоит ли строить отношения с неверующим человеком? Можете пожелать, Либо буду назначать, если никто не будет. Да, начиная с служения благовестия. Быть первым евангелистом в церкви и приводить девушек неверующих делать верующим. Но не путем заигрываний. Дальше. Ну, на самом деле, это серьезная проблема, с которой сталкиваются церкви. И первое, не нужно строить отношения с неверующими людьми. Если ты шлешь смс, если ты делаешь комплимент неверующей девушке, или если верующая неверующая девушка начинает какие-то знаки подавать неверующему человеку, ну, это уже неправильный путь. То есть, ты просто откладываешь ту проблему, с которой ты столкнешься завтра. Но задача стоит в том, чтобы мы общались с неверующими и ввели их в церковь. То есть, наша задача быть светом для них, а не наоборот. Поэтому, что делать, если понравился неверующий? Делать его верующим. Я категорично смотрю в этом плане. Священное Писание нам четко говорит о том, что не становитесь под одно ермо с неверующими. Что общего у света с тьмой и у тьмы и у Христа с Велериалом? Это как раз тот текст, который мы часто используем для того, чтобы наставлять молодежь в выборе супругов. Да, и я считаю, он подходит. Это ключевой принцип. И нам нужно искать супругов будущих в среде нашей церкви. И вы не пожалеете об этом никогда. И не выбирайте внешность, а выбирайте и внешность, и внутренность. Да, чтобы быть счастливыми. нашей Позненской церкви. Ехать к вам. Спасибо. Следующий вопрос. Сестричка задает вопрос. Когда я выйду замуж? И в конце поставила сердечко. Когда станет членом Позненской церкви. Друзья, переезжайте в Познене. Принимаем ответ? Нет. Добрый. Позненской церкви. Хорошо. Идем дальше. Почему люди часто винят во всем плохом дьявола? Правильно ли это все сваливает на него? Я когда-то в воскресной школе рассказывал стишок. Дьявол нас на грех толкает, слышал в проповеди я. Почему не понимаю, не его бьют, а меня? Это просто дополнение к вопросу. Спасибо. Ну, я извиняюсь, я думаю, дьявол не краснеет, когда мы его обвиняем, а скорее гордиться, что у него вышло то, что он планировал в нашей жизни. Я думаю, что это часть нашей падшей человеческой природы, постоянно винить кого-то извне. Как только Адам и Ева скушали от запретного плода, мы можем видеть, что они сразу стали винить вокруг. Муж начал винить жену, жена начала винить змея и так далее. Мы всегда пытаемся найти какого-то козла отпущения и выставить себя в более белом свете. Вот сегодня проповедь была именно об этом. И дьявол зачастую для нас является такого рода проекцией. Мы-то сами вроде как хорошие, а дьявол во всем виноват. Черт попутал, как в народе говорят. Священное Писание по этому поводу ясно и четко говорит, да, у дьявола есть свои намерения, планы. Священное Писание не скрывает какие-то намерения и планы. Но Священное Писание говорит, что у нас есть ответственность и перед дьяволом, то есть как сопротивляться ему, противостоите ему твердую веру и убежит от вас. И Писание говорит о том, что есть наша ответственность, то есть мы ответственны за наши мысли, мы ответственны за наши сердца, за то, что происходит в нашей жизни. Мы несем ответственность. Бог нас не искушает, Бог не искушается злом. Нам необходимо понимать, что мы являемся людьми, которые несут ответственности за выборы. Спихивать все на дьявола является частью падшей человеческой природы. Спасибо. Переходим дальше. Почему Бог создал ад и послал туда грешников, которые также являются его детьми? Такой вопрос. Если можно, я тоже отвечу. Во-первых, Бог не создал ад и Он не посылает туда грешников. То есть выбор идти в ад это выбор самих людей. То, что Бог сделал со своей стороны, Он так полюбил этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякие верующие в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог открыл путь для того, чтобы никто не оказался в аду. Люди идут в ад самостоятельно. И в ад это не просто географическое какое-то место, сколько состояние сердца и отношения к Богу. Если человек хочет идти в ад, он идет туда добровольно. В следующем году выйдет очень интересный художественный фильм, основанный на книге. Книге, написанной профессором Гарвардского университета. Она называется «Диалоги о Боге». Это вымышленный разговор между Зигмундом Фрейдом, основателем психоанализа, и Клайвом Льюисом, который написал хроники о Нарнии. И вот эти два человека представляют собой и два совершенно разных мировоззрения. Фрейд, который родом к тому же из Австрии, из Вены, является очень влиятельным человеком, который оказал сильное влияние на культуру. До самого конца своей жизни он был богопротивником. И, умирая от рака, он абсолютно сознательно сделал выбор отрицать Бога и идти против него. И он умер в больших мучениях, сознательно отвергая Бога и его власть. Хотя он был евреем. Все еврейское сообщество отвернулось от него. И Клайв Льюис, который написал «Просто христианство» и «Хроники Нарнии», наверняка известные для вас, у него был период отступления от Бога в юношестве, потом он обратился к Богу и стал таким ярким голосом христианства, особенно во времена Второй мировой войны. И вот его книга «Просто христианство» – это радиопередачи, которые он транслировал на BBC во время Второй мировой войны. И вот эти два мировоззрения, христианское мировоззрение и богоборческое мировоззрение Фрейда – это выбор людей. Фрейд абсолютно сознательно шел в ад. Он не хотел спасения, он не хотел Бога, и это был его выбор. И если человек не хочет Бога и не хочет спасения, он идет в ад, и это исключительно выбор самого человека. То есть другого пути нет. Если это как Льюис сказал эту фразу, мне она очень понравилась. На этой земле есть только две категории людей, только две категории людей. Люди, которые говорят Богу, да будет воля твоя. И люди, которым говорит Бог, да будет твоя воля. Другого пути нет. То есть можно сказать, что это немножко пересекается с предыдущим вопросом, что человек он склонен переносить ответственность на другого. Если вот происходит что-то плохое, можно винить дьявола, да, если человек ну как бы не идет к Богу, а направляется в погибель, то пытается объединить в этом Бога, хотя как бы Бог не виновен. Бог не то, что не виновен, он сделал, открыл путь спасения и предлагает и умоляет людей. Писание говорит, Бог хочет, чтобы все люди спаслись и пришли к познанию истины. Поэтому сам вопрос, он проистекает из ложных предпосылок относительно того, что хочет и что сделал Бог. Я как раз хотел сказать, что в вопросе есть заложено несколько таких ложных, как бы, то, что Бог отдает своих или посылает своих детей в ад, это совершенно неверная установка, Бог своих детей ждет в раю, все делает для того, чтобы они были в небе. Люди, которые отказываются стать детьми Божьими, да, они выбирают, к сожалению, другое место. это их выбор. Если можно, еще маленький комментарий относительно детей Божьих, детей дьявола. Христос не боялся называть вещи своими именами. И помните, когда он был в Иерусалиме, задал вопрос, то есть, чьи они дети? И они говорили, мы там дети Авраама, мы дети Бога, а Христос говорит, не дети вы Авраама и не дети вы Бога, вы дети дьявола и хотите исполнять его волю. То есть, Христос открыто, публично в храме говорил, кто является чьим ребенком. Если человек не принимает Христа, отвергает Христа, не слушается его авторитета, это не Сын Божий, это не Дочь Божия, это ребенок дьявола, так сказал Христос. Написано так же, что Бог приготовил ад, реальное место для дьявола и его демонов. Он не готовил для людей ад, а для людей Бог приготовил спасение и Он своего Сына Единородного отдал на крест из-за того, что любит нас как Отец. Своего Единородного Сына самое драгоценное, чем Он наслаждался в своей вечности. И Сын, будучи Божьим Сыном, пошел и добровольно принял это ради нас и вместо нас. Вот характер Бога. Бог никого никогда не задумывал, губить. Он хочет, чтобы грешник покаялся, обратился и был спасен. Это Евангелие. Спасибо. И вопрос следующий идет очень рядом. Если Бог нас любит, почему есть есть страдания и болезни? Как это совмещается с Божьей любовью? Можно? Мне кажется, что и первый, предыдущий вопрос, и этот вопрос, они сводятся вообще к пониманию Бога как такового. Задача предыдущего вопроса была бы в том, что Бог не может быть таким. Как и второй вопрос тоже. Это неестественно. Бог не должен проецировать страдания, Бог не должен посылать в ад, Бог не должен создавать ад, Бог не должен делать плохое людям. потому что вот на этот ответ, на этот вопрос, я думаю, есть ответ в заповедях Божьих. Не делай себе изображение Бога. Не рисуй себе Бога такого, как ты хочешь его рисовать. Не рисуй портрет Бога такого, какого не существует. Не то, чтобы я сейчас говорю о том, что Бог не является добрым. Но вопрос стоит в том, когда мы говорим слово Бог, мы что-то понимаем под этим словом. И для того, чтобы иметь ясное представление о том, кем является Бог и кто Он, Он оставил один источник, это Своё Слово. И внимательно изучая его от самого начала до самого конца, мы чётко понимаем, кем Бог является. И мы видим эту картину того, кем Он себя представляет, не кем мы Его рисуем. Если мы не читаем Библию, а представляем Бога каким-то образом, загоняем Его в какие-то свои рамки, конечно, у нас будет в жизни очень много противоречий. И по отношению того, почему то происходит, почему это происходит, почему происходят какие-то страдания, войны и так дальше. Поэтому здесь вопрос нужно для себя определиться самым первым образом. Кто для меня Бог? Какой Он? Где я хочу Его искать? И где я хочу о Нём узнавать? То есть одна из проблем всех подобных вопросов, которые люди часто себе ставят, это потому, что нет понимания, какой Бог. Да? Потому что человек сам себя нарисовал. Также необходимо понимать, это вот с первым вопросом или со вторым связано, в каком мире мы живём. Мы живём в мире, который пропитан совершенно иными ценностями, чем ценности, которые принёс Иисус Христос. И Христос, когда оставлял эту землю, Он сказал открытыми словами, «В мире вы будете иметь скорбь, намужайтесь, я победил мир». Жизнь христианина в этом мире, она сопряжена по умолчанию, что мы будем страдать. Христос говорит, «Кто идёт за Мною и не несёт креста своего, не достоин Меня». Жить в этом мире христианином, это идти против очень мощного, очень заряженно негативного духовного течения, и идти против этого течения всегда сопряжено с болью. Мёртвая рыба, она течёт по течению, она не оказывает никакого сопротивления. Когда ты только начинаешь идти против, ты начинаешь понимать, против какой системы и против какой силы ты идёшь. И страдания по умолчанию являются христианским путём. Когда Христос выбирает апостола Павла, который более половины Нового Завета написал и основал первые церкви в Европе, и мы являемся плодом служения апостола Павла. И она не хочет идти к Павлу, потому что он говорит, этот человек столько вреда и боли сделал христианам, что говорит Христос о Павле, о Савле на тот момент. Он говорит, это мой избранный сосуд, и я покажу ему, сколько ему должно пострадать за имя моё. Поэтому апостольство, христианское служение по умолчанию сопряжено со страданием. Мы идём против царства дьявола, которое уже проиграло эту битву. Христос одержал победу. Он даёт нам быть соучастниками в этой битве и довести её до конца. И как солдаты в этой битве мы будем страдать. Можно ли выиграть войну без страдания в Украине? Я говорю о физической войне. Люди страдают, люди теряют руки, ноги, глаза, потому что война, она подразумевает столкновение и страдание и боль. Мы находимся на поле духовной битвы. И варианта не страдать у нас просто нет. Мы ещё должны не питать иллюзий о том, что здесь будет как-то иначе. Нам истина открыта. Страданий, горя и болезней не будет только в раю. А мы живём с вами в падшем мире. И это реальность, и это данность, которую нам не изменить. Единственное, что нам послано, это Евангелие и спасение во Иисусе Христе. Наша надежда не на эту жизнь, наша надежда туда, на будущее царства, где этого не будет. Спасибо. Мы плавно будем уже переходить к заключительным вопросам, которые у вас здесь есть. Следующий вопрос. Очередной провокационный. Не здаётся вам, что церква деградует, роблячи Христа более современным и отходячи от него? Не здаётся. Мені цікаво просто, что означает деградация и как это сравнивается с более современным Христом. Христос, он на веки один и тот же самый. И церква, если церква проголошу его более современными способами, но лишает истину про Христа той же самой, то тут не має деградации. Это просто спроба принести людям в иншом культурном середовище Христа так, чтобы они почули эту благозвестку. И в принципе это всё. С Сергеем Викторовичем Морозом была написана добра книга и там есть такие слова, что новая церква это всегда служение новым людям в новых умовах. И Христос, который проповедуется по-новому, но проповедуется той же это лишь возможность сделать Евангелие более доступной. Поэтому дивлячись, что мается на увазе под сучасным. Если мается на увазе Христос с радужным флагом, то точно нет. Это уже деградация понимания. А если мается на увазе, что мы сегодня проповедовали Христа с кафедры, а завтра проповедуем за допомогой технологий, как про это уже говорилось, то это только плюс, потому что технологии помогают нам расширить проповед. Вопрос контекстуального. В каких-то местах церковь деградирует, и мы можем видеть, в Европе идет деградация. У нас, в Австрии, в Германии можно видеть, что многие церкви отступают именно от прямого и ясного учения Господа Иисуса Христа, включая радужные вот эти вещи и так далее. Но с другой стороны, когда мы смотрим в другие контексты, пробуждение, которое идет у нас в Южной Америке, пробуждение, которое идет в Азии, в Африке, мы можем видеть, что восстает церковь людей, посвященных Господу, которые послушны Ему, и количество этих людей увеличивается тысячами и миллионами в действительности. Сейчас христианство, мировое, глобальное христианство, это главным образом африканско-азиатское, я имею в виду, и там идет бурный рост людей. В Европе идет в действительности упадок, и мы можем видеть это, в других частях мира идет пробуждение. И так было всегда в истории церкви. Христианство началось с Малой Азии, Турции, там, где Павел проповедовал, там, где письма, откровения были написаны. Это был очаг пробуждения. Мы смотрим сейчас, что на месте Турции, там несколько тысяч евангельских христиан, которые, некоторые у нас учатся в институте, там очаг погас, но этот очаг зажегся в свое время в Европе. Сейчас он гаснет в Европе, но зажигается в других частях мира. Нам необходимо смотреть, что делает Святой Дух глобально в разных частях мира. Мені здається, что Церковь будет деградовать, когда просто-напросто замкнет Христа в каком-то часе. Чи в I столетии, чи в 60-х раках, минулого столетия. И вот, как было нагадано, Иисус Христос вчера, сегодня, в авиаке тот же. Так что, мы, думаю, все-таки проповедовать людям Христа сегодня, так и мяк Винье. Спасибо. И мы тематически идем, да? Я не знал, какой будет порядок у вас ответа, но, в принципе, вопросы идут соответственно. Какая ваша позиция относительно ЛГБТ, гомосексуальности и трансгендерности? Как благовествовать таким людям? Как благовествовать таким людям? Стоит ли им благовествовать? Обовязково. В принципе, их способ жизни уже говорит про то, что им нужно благовествовать. Едина проблема с этими людьми, что там есть определенные повреждения внутренней и моральной люди. И поэтому эти люди могут чути истины, но им тяжело принять истины Евангелии, чем обычно людям, скажем так, более обычным, более стандартным грешникам. Но в любом випадке ци люди так само потребуют Евангелии, незалежно от того, каким чином они грешат. евангелиям проповедуют любят людям. И хотя таких прикладов не очень много, но существуют приклады, когда люди из нетрадиционного сексуального способа живота повертались до Христа и повертались до природы, идентичности, которую Бог заклав в них пристворены. Я проповедую. Я проповедую. И сегодня есть несколько человек, которым я делюсь, которым я делюсь Евангелиям, и они относятся к этой группе лиц. И вопрос, как это делать, то, ну, во-первых, нужно себе самому понять, что перед тобой в первую очередь человек, который нуждается в спасении. Не представитель ЛГБТ, не гомозексуалист, не какой-нибудь там, а ты должен для себя видеть человека, который нуждается во Христе, в спасении, потому что именно так на него тоже смотрит Христос. Вот ибо так возлюбил Бог вот это слово весь мир без исключения и без всяких. То есть Он полюбил абсолютно весь мир и кто я такой, чтобы решать, кого исключать из этого слова весь. У меня нет такого права. И я проповедую человеку Евангелия, единственное, как я это делаю, я вообще не обращаю внимания на то, что он является представителем ЛГБТ. Потому что эти люди, как правило, они хотят сделать на этом акцент. Они хотят об этом кричать. Мне это неинтересно. Я хочу с тобой говорить о чем угодно, только не об этом. я не о чем угодно, я хочу с тобой говорить о Христе, а не о том, кто ты. Я хочу говорить о том, кто Христос, и что Он несет, и что Он делает. И когда человек принимает первые истины, главные, то начинается влияние на его жизнь. Ну, я так верю. тоже несколько слов хотел сказать на эту тему. Мы живем вот в Европе в очень таком сексуализированном пространстве. То есть секс сейчас он везде. Я имею в виду в картинках, в интернете, в смартфоне все легко доступно. И здесь вот нам как христианской церкви очень важно честно говорить о том, что Библия говорит о сексе. И с разных как бы ракурсов, то есть начиная с книги Бытие, послание к римлянам, если говорить о гомосексуализме, открыто говорит, что гомосексуальные наклонности являются самым ярким показателем поврежденности человеческому ума, как говорил Андрей. Но с другой стороны Священное Писание говорит нам о том, что мы не можем превозноситься над этими людьми, потому что мы все являемся преступниками закона. То есть прелюбодеи лучше ли гомосексуалистов, скажем так. То есть все находятся в грехе и в глубоком смирении нам необходимо осознавать, что только благодатью и милостью Иисуса Христа мы спасены. И нам необходимо говорить истину, истину в любви этим людям. И никакого другого пути нет. Не должно быть в церкви гомофобии, то есть вот именно презрение такого высокомерного отношения к этим людям. это должно быть отношение милосердия, сострадания и молитвы и указания на то, что говорит Священное Писание об этом конкретном грехе. Как задумал Бог, и мы должны понимать, что пропаганда работает просто колоссальным образом в Европе. У нас в Австрии за последние пять лет изменилась культура в школах. За последние пять лет мы приехали в довольно традиционную католическую такую среду, где христианские ценности преподавались в школах. За пять лет большинство преподавателей в школах стали пропагандистами ЛГБТ. То есть это просто как снежный ком. Все обрушилось за пять лет на наших глазах. И нам необходимо понимать, что альтернатива это доброе христианское свидетельство и объяснение на основании Священного Писания что задумал Бог. И самый простой аргумент, например, гомосексуалисты не могут иметь детей. Это путь смерти. То есть если бы все в мире стали гомосексуалистами, не было бы продолжения рода. Бог задумал мужчину и женщину в браке для того, чтобы дети воспитывались в семье. И это путь жизни. Путь гомосексуализма это смерть. То есть он не производит ни потомства, ничего. Это такие самые простые примеры, скажем так. там был вопрос позиции. Я думаю, что поняли, что это мерзость. Писание говорит, что это мерзость. Это крайне. Грех крайне грешен. Абсолютно. То есть церковь осуждает грех. Грех. Именно грех, не человек. Спасибо. Мы тогда, если вы разрешите, переходим к последним двум вопросам, чтобы уже вас тут не задерживать под освещением и под взглядами сотен людей. По поводу спасения вопрос и по поводу справедливости. Какой шанс спастись мусульманину, условно, Мухаммеду Али, если вокруг одни мусульмане? Какой шанс спастись человеку, который живет сейчас на территории Турции, когда нет вокруг верующих крестьян, есть только мусульмане и справедливо ли это? Ну, если брать как раз римский путь спасения, то он показывает нам, что есть два вида откровения. Есть общее откровение через рассматривание творений. Когда люди, видя творение Божие, они получают информацию о Боге как Творце и принимают. Человек, который отвергает это, он не получит следующего откровения личного. То есть, многие, вот, например, мы видим в Писании в Иудеи, творение Божие, видя, что Господь создал, он говорит, истина есть Бог, есть Творец. Он не заменяет эту истинную ложью, Господь найдет способ, как этому мусульманину открыть путь спасения дальше, потому что он Творец. Но если человек отвергает на этом этапе, то, к сожалению, конечно. Я попробую дать ответ с позиции того, что я жив несколько лет в мусульманском регионе. Скажу так, для мусульманина по-великому, если мы мусульман берем, за приклад, для мусульманина по-великому рахунку есть несколько возможностей того, чтобы знать про Христа. По-перше, ислам, как такий, говорит про Иисуса. Единое, что он говорит не все и не совсем истину, то, деякие речи там заменені, но я встречался с мусульманами, которые, перебываючи в суцельно-исламском контексте, начали пошук Иисуса, потому что они чули про него, они понимали, что видомостей неповноценны и хотели знать больше. И расшуковали, и находили ответ. Это один момент. Другой момент, я особисто знаю, мабуть, близко двоих десятков людей, которые, перебывая в повнестю мусульманскому оточении, отривали объявление от Бога безпосередно. И в их контексте это был един способ, как они могли почути благозвестку. И потом, когда они видели это видение, а в сне Христос приходил, а еще каким-то надзвичайным чином до них промовляв, тогда в цьом видении ця людина направилась туда, где были христиане, и эта людина чула благозвестку и могла приединиться до церкви. То есть, Бог продолжает дировать даже в таких достаточно закрытых суспільствах, которые закрывают или забороняют благозвестку, а в более-менее открытых, даже в достаточно закрытых мусульманскому суспільствах, почти в всех мусульманских странах истнует церква. Вона може быть прихована, вона може быть десь подпольна, но она истнует, она проголошивает Евангелие. И за певными свечениями одна из найбільших, но таемных пробуджений, это довольно интересный момент, насколько его можно доказать, но тем не менее, одна из найбільших пробуджений в средствах мусульман, в Индонезии, университета, его свидетельство, короткое такое, он сам вырос в семье имама, причем какого-то в Узбекистане, какого-то значимого, шансов услышать благовесть у него не было никаких в его окружении. И вот он рассказывал о том, что он помолился Аллаху о той проблеме, которая у него была, какая-то сильная проблема, и говорит, я молился, ничего не помогало, я просто решил попробовать, попрошу Иисуса. И он помолился Иисусу, и это помогло. И вот он тогда сделал вывод, с Иисусом как-то лучше получается. И он стал верить Иисусу Христа, и так, как он даже стал студентом бакалаврской программы в христианской университете. То есть вариантов мусульмального услышания, благовесть, есть общие откровения, есть очень много других вещей. Есть миссионеры, которые работают там, как Андрей Борис в Иосланском районе. Ну, да, Бог обем Аллах не допомих знову, да? Вот прямо будет заповерт опять. Если смотрим в Писание, апостол Павел в Афинах, когда вот проповедует, это люди вообще имеющие множество всяких божеств. И он говорит, Бог, сотворивший мир и все, что в них, назначил пределы обитания. То есть мы не можем сказать, что человек как-то отвержен Богом, потому что он живет в нехристианской стране. Бог назначил пределы обитания. Хотя он близко. Так что тут, я думаю, ответственность на каждом из нас. А куда Бог кого поселил? Он не ошибся тем, что вот тот родился в среде мусульман, вот это здесь. Писание говорит, Бог близко. Он возле каждого, как только человек начинает искать. Ну, тоже свидетельство рассказать. Несколько лет тому назад мне позвонила одна молодая девушка, которая сказала, что она афганка, жила несколько лет в России, говорит на русском языке, и она уверовала, стала христианкой, и она хочет встретиться со мной поговорить. Мы с женой встретились, с ней хрупкая девушка, то есть уверовала через интернет, начала читать Библию, покаялась, и реально возрожденный человек. Мы пообщались, начали молиться за нее, через год она снова связывается со мной, она говорит, ну, мне нельзя никуда выходить, очень консервативная мусульманская семья, за ней следят, когда она выходит из дома, куда она идет, братья. Через год она снова звонит и говорит, у меня вопрос, меня выдают замуж, то есть, ну, за мусульманина из Афганистана, что мне делать, я хочу сказать, что я христианка, ну, что я верую, верую в Господа Иисуса, посоветуете вы мне или нет. Мы опять встретились, и я говорю, нужно здесь молиться, я не могу, как бы, вот четко сказать, как нужно поступать, будем молиться. Еще через полгода она снова звонит мне и говорит, я вышла замуж, я сказала своему мужу, что я христианка, что я верую во Христа, он хотел бы встретиться с вами, и братья мои хотели бы встретиться, можно встретиться? Я говорю, ну, можно, да. Брат, тоже русскоязычный афганец, звонит мне, спрашивает, где назначить встречу? Я говорю, ну, где угодно, где парковка в Вене, у нас основная проблема это парковки, и они назначают мне встречу в центральной мечети Вены, собирают коллегию имамов, и у нас в церкви брат один из Узбекистана, у него тоже мощное свидетельство о покаянии, бывший мусульманин, сейчас не буду рассказывать, я говорю, его Мухедин звали, брат, то есть ты поехай со мной, я здесь вообще не ожидал такого разворота событий, а поехали со мной. Мы приехали туда, был диалог часа четыре, брат рассказывал вот это свое свидетельство, я говорил, они задавали вопросы, этот муж, молодой муж этой жены, то есть он вообще переживал настолько, что настолько она шайтаном продалась, отдалась, что идет вообще не туда, что интернет замутил ей голову, короче, договорились о том, никто никого ни в чем не переубедил, но договорились о том, что он по крайней мере разрешит ей читать Библию, то есть общаться с христианами по умолчанию нельзя, но он не отберет у нее Библию, а не отберет, чтобы она читала Библию. Проходит еще три года, звонит эта девушка и говорит, мой муж стал христианином, то есть мы ищем церковь, но он не понимает русского языка, он знает немецкий, подскажите церковь, куда можно пойти. Бог удивительным образом действует и это удивительно, то что человек, который считал ее ненормальной, что она отступила от веры, со временем увидел этот свет и Бог открывает. В Священном Писании говорится, веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой. Поэтому очень важно молиться за мусульман и в исламе идет удивительное пробуждение сейчас в разных странах и Бог разными удивительными способами открывается отломанной ветки Авраама, то есть потому что все это дети Измаила, отломанная ветка Авраама. Слава Богу. Хорошо, не будем вас больше томить. Последний вопрос, легкий. Что самое главное для верующего? Можете по очереди, я вижу, что очень сильно хочется каждому ответить. Давай. Мне кажется, очевидно, что самое главное для верующего это быть со Христом и с Богом, идти за Ним, не сбываться с того пути. Самое главное для верующего быть верующим. Принимается. Поскольку верующий должен во что-то верить, надо понимать, во что он верит. Самое важное для христианина это Христос, естественно. Ну и, конечно, главное, чтобы главное оставаться главным во всех обстоятельствах жизни. Чтобы не повторяться, просто процитирую. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова вас Божья воля во Христе Иисусе. Ну, тоже в дополнение всему сказанному, что важно христианину, это чистое сердце. Аминь. Двумя словами, Христос и Церковь. Отцовско-сыновские взаимоотношения с Богом. Отцовско-сыновские, не потерять их никогда. Хорошо. Слава Богу. Спасибо вам, дорогие пастора, что вы выделили время. Можете освободить сцену. Христос и Церковь. Спасибо. Слава Богу.